Большая часть Казахстана продолжает оставаться во власти непогоды. Только за последние сутки из снежных заносов по республике спасли несколько сотен человек. Некоторые участки дорог республиканского и областного значения еще закрыты. Ситуация продолжает оставаться сложной. Подробности у моих коллег. Эти кадры на камеры своих мобильных телефонов сняли сами автолюбители. Видеозапись сделана в североказахстанской области. За сутки там из снежных заносов спасли около ста человек. Из-за сильного снегопада и метели жители двух населенных пунктов остались без света. В одном из районов спасателям пришлось развернуть спецоперацию. Искали двух братьев, отправившихся на поиск лошадей. В вечернее время мы нашли их, движущиеся вдоль береговой линии реки Исель. Для избежания и уточнения их состояния здоровья были они направлены в районную больницу. Но в принципе себя чувствуют хорошо. А эти кадры уже из Акмолинской области. Здесь спасательные операции преимущественно развернулись на дорогах региона. В общей сложности снежного плена вызвалили около 300 человек. Большинство из них, женщины и дети, из-за непогоды в области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий. Самая тяжелая ситуация, она произошла в районе города Чучес на трассе Нашултан-Петропавловск, где в результате ДТП произошло скопление автотранспортных средств. В результате сильного бурана они остались в снежном плену. На место были направлены подразделения департамента ПЧС, департамента полиции, дорожные организации принимали участие в российских дорогах. Аналогичная ситуация образовалась и на трассах Кустанайской области. Местным полицейским пришлось в прямом смысле на ощупь выводить людей из снежных заносов. Двое стражей порядка, Амантай Байжанов и Амир Шалгинбаев, бежали около двух километров впереди колонны, указывая путь. Огромную благодарность выражаю сотрудникам полиции, вот таким вот, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный, дорогу не видно. Эта работа такая помогает для населения. Направили в сторону города, и те даже машины встречались, которые пытались выехать за пределы города, также пришлось направлять в сторону города. Спасатели и полицейские настоятельно рекомендуют автолюбителям не покидать пределы населенных пунктов. Ведь если вы окажетесь в снежном плену, таких проводников рядом может и не оказаться. Андрей Днемног, Хабар, 24.